Можно я посмотрю, какие у вас цвета? Ну я знаю, давайте мы идемте. Давайте глаза у вас не дольше. Ага. Вы постоянно получите палочкой и поправляете макияж. Шизы-то? Да, шизы. Так и написано. Вот так просто сделано. Сейчас уже подвеку. Я это каждый день. Мы так близко. Вот хоть и как будто мы будем целоваться. Не надо не трогать. Ребята, всем огромный привет. Мы с вами едем в салон на проверку. Сегодня будет довольно странный случай. Потому что ценник макияжа выше среднего для довольно бюджетных мест это 3000 рублей. Но при этом меня предупредили, что мастер-визажист стрелки делать не умеет. И сказали, если вы хотите стрелки, то макияж мы вам сделать не сможем. Мне в качестве, я не поняла, то ли из-за того, что я первый клиент, то ли из-за того, что они спалились на тему стрелок, сказали сделать скидку 500 рублей. Но посмотрим, что из этого выйдет. Можно я посмотрю, какие у вас цвета? Ну я знаю, давайте мы не будем тянуть. Давайте фотку найдем какую-нибудь. Я надеюсь, вы мне рады? Я рада, конечно. Мы всем рады. На самом деле, просто непривычно. Я всегда вас смотрела. Мне интересно было. Давно это было? Недель назад, наверное. Ну ладно, хорошо. Если в кадр попадете, вам не страшно. А я же спросила вас снимать, а вы говорите, как хотите. Лицо не надо, грудь можно только. Почему такой выбор? После мицеллярки наносим тоник. Ну я смотрю, у вас кисточки чистые, прям подготовились. Всегда так делаете? А давно вы макияжами занимаетесь? Два с половиной года. А почему стрелки не делаете? У меня особо кривые получается. У меня, как раз, два ручки. Кривые? Да, вы сразу говорите, что я не делаю. А за два с половиной года не получилось руку набить? Ну я не просила стрелки, я сразу говорю, что не получала. А, и перестали пробовать. Это гидрогелевая? Так, это для уходика за лицом. Да, пока я вот день наносить, чтобы когда у тебя ссыпался. Класс. Вверх смотрите аккуратно. Если вы считаете, сразу говорите. Очень долго. Может быть? У меня уже с какой-то может быть аллергия. Немножко переживаю, так что... А, не переживайте. Мне кажется, начало положено. Я не часто не царапаю пальцем? Нет. Так, заправим глаза и не открываю. Сейчас немножко понесу. А почему мне решили скидку 500 рублей сделать? Это хозяин. Даже не объяснила. Она сказала, что обычно 3000 макияж, но мне... Ну это же, наверное, стрелки. Из-за того, что стрелки не делаете. Да. Вы сразу говорите, колючее, не колючее. Не мягкое. А не было у вас такого спортивного интереса? Типа, вот не получается, а я смогу. Нет? Сразу такие, ой, кривая. Ну, все. Сначала да, но у меня же еще другая работа есть. А, какая? Ну, я юрист. Юрист? Да, я для себя хобби училась. Я училась в начнице ГОА. То есть, просто для души красить. Ну да. Мы сейчас будем подложку делать. Так мило, что вы разрешаете снимать. Это запрещает. Многие запрещают. Просто я не умею, я сразу сказала, чтобы потом не было. Стрелки не умеете, да? Да. Но мы их и не будем делать. Нет, их мы не будем. Ну вот. Нужен чай, кофе. Давайте. Да, можно черный чай. Получается, карандашком закрашиваем, да? Да, мы делаем подложку. На них потом будем наслоивать тень. Это Maybelline. А это мак. Кстати, макияж, который мы выбрали от Толи Томиной, я когда-то и, ну не так давно, на самом деле, мне очень нравится ее мейк, и я на нее подписана. Я ей предложила, а можно я к вам приду в гости, и мило поболтаем, и вы сделаете мне какой-то апопенный мейк. Ну, потому что она реально для многих прям вообще звезда Олимпа. Она сказала, что она живет в Минске, и, соответственно, ну никак мы с ней состыковаться не можем, но когда она будет в Москве, она эту возможность рассмотрит. После этого я как-то на одном обзоре делала ее макияж, и она мне написала, пожалуйста, Алена, берегите себя, никогда не завязывайте, никогда не ходите по сомнительным салонам. Ну, чуть ли там не я за вас волнуюсь, обещайте мне. Вот так вот. Такая, ну это вряд ли, но как бы в гости все еще предложение актуально прийти. Вот мне она буквально позавчера пишет, что она в Москве, и я помню про мое предложение, и говорит, давайте с вами состыкуемся. И типа, она меня накрасит. Но, не, она меня сам поработает. Я с удовольствием согласилась, говорю, а можно в будний день? Потому что, получается, я в субботу прилетела из поездки, и типа, ну, я не видела детей. И несмотря на то, что очень мне бы этого хотелось, но просто так еще взять свалить, на несколько часов мне как бы совесть не позволяла. А можно в будний день? Она такая, нет, я уже улетаю. Вот, я ей тогда попросила, говорю, а давайте в воскресенье тогда, как она предложила, в 3 часа, потому что Рома будет спать. Я знаю, я думаю, ну, как раз на это время я в сна. А вы красьте этот рассказ. В общем, я предложила конкретное время. Говорю, давайте хорошо, как вы, вот, в воскресенье. Получится ли в 3 часа? Потому что, ну, я ей не писала, но у меня ребенок просто уснет в это время. И она мне не ответила уже. Я так и не поняла, почему. Либо просто у нее планы поменялись, либо ей показалось наглым, потому что я там какие-то дни в часы предлагаю. Не знаю, история умолчивает. В общем, я думаю, это была бы классная коллаборация. Может, еще срастется. Так что, хотела сказать, все пишем дружно Оле. Но, наверное, она тогда вообще занесет меня в вечный бан после этого. Но, несмотря на это, я сегодня опять делаю ее макияж. Есть такие люди, которые мне нравятся прикосновения в дружистах. Да, они не хотят, чтобы они только кистьями и спонжи. А им прям говорят об этом? Да. Да? Типа, не надо мне трогать? Ммм, странно. Это, мне кажется, как прийти к стоматологу и говорить, зачем вы заглядываете в рот. Мне не нравится, если кладут вот целиком руку там, ложатся на меня. Бывает еще голову жестко фиксируют, и бывает, если я сижу вот так вот, и становятся на меня, ну, фактически мне на колени садятся. У вас лицо идеальное? В каком смысле? Оно очень гладкое, очень ровное, блестит здоровым блеском. Жирным? Нет, не жирным, здоровым, наверное. Это же приятный макияж для вас. Человек такой идеальное лицо. Я думала, потому что человек хороший. Виртуально. Вы учились ученицы ГАР. ГАР. Да. Дорого это? Ну, 20 тысяч она взяла. За сколько? 10 уроков. Каждую группу индивидуально имею в виду. Не в группе, а индивидуально. Вы постоянно, получается, палочка ела и поправляете макияж. Ну да, а как еще? А, еще ты из консилиум поправляешь, да? Ну, а бывает один раз в конце. Ну, просто, зачем мы очередь? Это же кожа вокруг глаз, она одна. Можно без конфет, спасибо. Все, но сладкое много захочется. Спасибо. Ну, мы стрелку не делаем же, да? Нет, нет, мы сейчас попробуем снизу так же сделать. Мы так близко, вот хоть и кому-то мы будем целоваться. А я боюсь, что это, задену мой глаз. Чем? Кисточкой. А если очень близко, то не заденете. Нет, я прямо контролирую, я могу резко убрать. Просто, мне кажется, сантиметра полтора до касания. В уморбате вам больно, да? Нет. Нет, ну, может, рефлекторно. Есть что-то, с чем вы не согласны в моих роликах? Ах, не так у меня не было. Не было? Угу. Все нравится? Все справедливо, все как надо. Все же сама чувствовала, что я слишком рядом. Мне кажется, к концу макияжа мы срастемся. Так, теперь мы будем чистить. А, уже закончили мы, больше ничего осыпаться не будет, да, пойдет? Осыпаться не будет, точно. Хвостик надо было сделать, да? Ну да. Сейчас я смотрю, что этот глаз уменьшился хвостиком, нет? Его стерли, да? Увлеклись? Но у нас все равно виден маленький дерзкий хвостик. Нужен? Ну, чтобы было максимально на фотку похоже. Там было? Есть хвостик, да. Но там просто такие крылья. А мы, почему у нас маленькие? Может увеличим? Синяки для глазами не нужны? Ну, у нее же нету синяков. Да, у нее пониже и пошире, да? Угу. И получается с внутреннего уголка тоже сверху. Вот здесь? Нет-нет, с внутреннего уголка. Видите, темно тоже. Ну, давайте так сейчас. А почему мы сначала решили поменьше сделать хвостик? Ну, выточнее. Подойдет форму, не подойдет? Ну, глаза у вас небольшие, невероятные. Если я не буду выразительным, то можно было нарисовать там. Ага, размахнуться. Маленьким глазком, маленькие смоки. Маленькие стрелки. Это надо лучше не снимать. Ну что, переходим к лицу. Здесь мы все почистили, в том числе консилером. И берем увлажняющий крем. Белорусский. Важно? Да, в зону Т. А почему в зону Т? Ну, в основном в зону Т же у нас листит. Там написано, что подсвечивающая иллюминаизинг. Подсвечивающая, да. А мы в зону? В зону. А все лицо уже не надо, чтобы снили. А, только тазона. Не наоборот? Что не наоборот? Ну, чтобы тазона не сияла, а все остальное сияло. Ну, чуть-чуть, я не меняю капельки. Вот сразу начало досиять. Это вы и сам пришли с блеском-то. Да, и сейчас больше. Чуть-чуть. Так, три цвета. Мы его не смешивать, чтобы получить нужный оттенок. Думаете, это возможно? Нет, я еще буду все позволять. Все сделаем. Стыка, да? Светотоналка иллюмина. Ультралайт. Выдыхай, моя душу, ей тесно. Выдыхай, моя душу, ей тесно. Твою глядь, как мало места. Выдыхай, моя душу, наружу, ей тесно. Выдыхай, где так мало места. Как будто мне немножечко перебинтова на лицо. Распределяем, да, все? Да, все распределяем. Здравствуйте. Здрасте. 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 Теперь скулы, да, будем? Да, скулы. Это у нас NYX. Худенькое лицо делаем, да? Ну, все такое. Так, время у нас есть шизе, да? Шизе, да? Да, шизе. Так и написано? Да. Ага. У меня сейчас это Клядопо сейчас. Кто? Клядопо. Иногда давайте шизе, да? Давайте клядопо тоже, давайте. Улыбаемся. А как вы зону определяете для румян? Улыбайтесь и получаете яблочки. Сортите ее, где она? Улыбаемся. Вот она. Вот это яблоко. Улыбаемся. Вот она. А вот у нас, получается, уже веки здесь вот. Сюда уже лечь не раз не надо. А бронзатор для чего у нас? У нас, получается, скульптру вот. Да. И полповышки. И все к вискам тянет. Это у нас эффект загара, получается, для лица сажается. Какая незаметная кисть. Когда много, некрасиво. Раньше было, говорят, хорошо. Кто говорит? Ну, звезды наносили. Очень много хайлорей. А сейчас уже колхоз? Сейчас уже колхоз. И это каждый день. Мне нравится. Скульптурируем нос. То, чтобы он худенький был, да? Нет, он это худенький. Не горбатенький, да? Горбатенький, нет, даже не горбатенький. Классы делали у нас. Что с губами будем делать? Такой цвет. Ньют. А вы им так прям крастили кисточками? Кисточками, естественно. Или карандашом мажет? Да, что же есть. А, что есть, давайте. Так мы у вас на самом артем форте. У него тоже такое красное. А что вы именно так прям, ну, не срезаете шпателем? Нет такой практики. Распортируем. Как вам? Маленькая. Маленькая? Угу. Не выросла. Из круга, да? Вот эту часть не будем особо, потому что это уже неестественно. Давайте. Вас можно снимать? Не-не-не. Нельзя? Не, не надо. А, не, не вас, а у вас. Да, на салоне. Это куда вы будете? На ютубе. И потом что у нас? Отзывы какие-то? Не, они... Разные будут. И хорошие, и плохие. Ну, я просто не назвал салон. Так что вам ничего не будет. Названия салона не будет. Так что отзывов у вас тоже не будет. Плохой тут что-то будет, да? Вот названия салона не будет. А вот это классик будет. Нет, потому что название салона никто не знает. Ну что вам, пусть снимают. Вы в логе что ли? Да. Она переживает. Нас волосы не накроют? Ну, не должны. Обычно у вас 3000 макияж стоит. Так. А почему решили мне 2500 сделать? Скидку? Ну, я только начала работать. Это, месяц. Просто, чтобы люди знали. А потом три будет. Ну да. Как я уже говорила, помните? Дома мы сидели, и люди смотрим. А посмотрите, вы за вернодушами ходите к салону. Ясно. Ясно. Чтобы знать, не пускать. Не пускать, чтобы всё было стерильно, чисто. Ну, может быть, не надо нас ставить, да? Я вас не буду ставить. Я вообще не буду. Ну, показывать не буду. А выкладывать не знаю, что я думаю. Всё. Всё, спасибо. Да, не, я анонимно хожу обычно, если только нет критического развития событий. Это подарок от нас. Нет, давайте заплачу. Что, что? Не, 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 давайте заплачу. Это от нас подарок. Зачем подарок? А мастер без денег будет? Подарок за чужой счёт? Да, да, да. Мы заплатим мастер. Заплатите мастер? А с чего мне подарок? Я же всё равно вас не буду называть. Мало так, назовите. А вдруг нет? Ну, не буду. Да ладно, назовите, назовите, назовите. Так что подумайте. Я оплачу картой. А? Да не надо. Не хотите? Нет, нет, нет. Ладно, спасибо. А можно сфотографироваться? Ну, давайте. Так, мы всё закончили, нет? Ну, давайте всё сделаем. Забыли туши. Всё. Ну что, ребят, я дома. Давайте же посмотрим, что за макияж у нас вышел. Трезвым взглядом и поделюсь с вами впечатлениями. Значит, я поняла, что мне работать проверяющим вот так вот. Потому что парочка обнимашек и всё, всё. Объективная реальность отходит на второй план. Вот сегодня тот самый случай. Если говорить про макияж, ну вот я когда смотрю на себя, в целом, ну, я бы сказала, что мне нравится. Мне идеальненькую, но то ли потому что нет, как я не люблю вот этого эффекта панды, знаете, когда доброверю сут. Поэтому, несмотря на то, что нет огромного длинного хвоста, да, то есть его объективно можно было длиннее сделать. Но из-за того, что глаз узенький, даже небольшой хвостик его вытягивает. Я бы вот тут ещё немножко затемнила вот эту часть, потому что если мы ведём вот здесь, она выглядит как нависающая, видите. Ей растушевала бы хвост, то есть чтобы он не по ленцам был, а что-либо чуть тоньше и уходил как бы в дымку. Так, ну начнётся сейчас тут шабаш. А, мам, а ты не спадёшь, а ты канала? Ну, вроде не должна. А если он разбьётся? Ну, купишь мне новый тогда, ладно? Мама! Пойдёшь работать, купишь маме телефон, почему нет? Мама, нет, я не знаю. Мама, мы просто сказку берём, всё, и уходим. Давайте, будете читать? Почитаешь, Роме, сказку? Там портал ждёт. Я бы сделала, может, немного более широкие графичные брови. В процессе макияжа мне показалось, что мне сделали прям очень румяные щёки на очень большой площади лица. То есть я прям несколько раз переспрашивала, думаю, может соскочила кисточка, и они прям... Ну, нет, вот видите, сейчас я понимаю, что в целом из-за того, что они очень прозрачные, выглядит, ну, скорее нормально. То есть есть вот тут вот реально розовый цвет на большой площади, но он довольно бледный. Так что ещё мне понравилась хорошая косметика, хоть её немного, но все продукты имели несколько альтернатив в нескольких оттеночках. Вот такие вот дела. Так что у нас сегодня получился не совсем трешак. Я даже не знаю, стоит ли говорить название. Мне просто страшно, какие будут отзывы. И так как это не реклама, как классическая реклама, которая у меня всегда помечена в описании хэштегом реклама, всегда предварительно пишется сценарий, ты его составляешь, ну, тебе присылают техническое задание, ты, сходя из него, примерный план видео описываешь. Человек, который хочет прорекламировать себя или свою продукцию, он там вносит правки, какие-то пункты обязательные для выполнения, да, потом готовый материал ты присылаешь, там это вырезать. Малейшие шероховаты, все устраняют, чтобы представить продукт, да, в лучшем свете. У нас нет этой ситуации, я никак не редактирую все, что происходит, и поэтому мне стройно, что будет больше вреда, чем польза от того, что я назову салон. Еще мне очень понравилось, что визажист на протяжении всего макияжа постоянно переспрашивала, все ли мне нравится, может, чего-то я хочу, может, что-то дискомфортно, вплоть до того, можно ли касаться меня руками, представьте, или только кисточками. И да, напомню, что у меня есть очень классный телеграм-канал, где я публикую ваши бьюти-треш истории, отвратительные макияжи, перманентные стрелки, маникюры, прически, укладки, стрижки, окрашивания, там можно увидеть все, работы косметологов, разные губы. И если у вас есть какая-то душесчипательная, раздирающая сердце, историю, которая не дает вам покоя про ваше настоящее или прошлое, то вы можете мне присылать их в чат-бот, ссылка в описании, вместе с фотками, рассказом, как это было. Я обязательно опубликую у себя в телеграм-канале. И да, совсем скоро у меня будет конкурс с розыгрышем классной косметики, в том числе палеточки Том Форд. Обязательно участвуйте, нужно просто подписаться на телеграм-канал. Мы разыграем потрясающую палетку Том Форд. Дальше легендарная палетка Huda Beauty New Nude, помадки Make Up For Ever и вот такая бомбическая фирменная косметичка. И когда придет время, это буквально на днях, я думаю, сделать, оставить комментарий под соответствующим постом в телеграм-чике. В общем, все ссылки в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. Я вас целую. Субтитры сделал DimaTorzok